Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 4 2011 года выпуска двигатель 2.7 турбодизель автомат, полный привод пробег на автомобиле 157 тысяч километров заменю на нем передние тормозные колодки а также проточу передние диски диски в принципе не бьют ничего но есть бортик из нос сниму, везу токарю если получится, еще и сам процесс сниму поднимаю автомобиль снимаю оба передних колеса докатал колодки вот до такого состояния в принципе металлами еще не скребут но удивительно, что датчик еще не засветился при таком износе уже датчик должен был светиться либо он не подключен либо его и не срезало датчик сломан хотя он работает на разрыв датчик тоже заменю беру ключ на 13 откручиваю нижний и верхний болты направляющий ключик на 17 уже столько затянули болты направляющий не надо затягивать но они идут на герметике что-то покажу что-то что-то это все Снимаю суппорт, датчик сломан, все равно я его не берегу, буду ставить новый датчик срезан, но почему-то не засигналил Снимаю суппорт, датчик сломан, все равно я его не беру Раму подвесил Здесь если посмотреть, колодка практически коснулась ребра выработки, но еще не зацепила Износ практически равномерный, хотя внутренняя колодка чуть толще, чем наружная Стояли оригинальные, оригинальные я ставить не буду Оригинальные, но первые Снимаю скобу суппорта 12-гранной головкой на 21 откручиваю два болта ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Направляющие ходят мягенько, но смазку я в них заменю Вот такие большие болты Все, скоба снята, ее чищу, пластинки вот эти снимаю В комплекте либо новые будут идти, либо эти почищу Вот так же посадочные почищу, а покажу все Беру, откручиваю фиксирующий винт Здесь идет торкс Т-50, так точно Выработка небольшая, можно было не торцевать Но я хочу себе торцануть их Диски стояли оригинальные Прошли они всего один комплект колодок Пробег на оригинальных колодках составил где-то 24-25 тысяч километров всего Аналогичным образом снимаю со второй стороны Но перед этим здесь я смажу и утоплю поршеньки Чтобы вторую сторону потом не сдавливая Не выдавить поршня с другой стороны Беру тряпку Протираю вот эти вот места Поршенек и пыльник Как один, так и другой Даже еще сделаю так Здесь в принципе даже отвертка не нужна Так вот приподнимаю пыльник И под него добавляю маленько смазки Смазка фирмы Феби Смазки немного И точно так же второй Разгоняю По возможности по кругу Беру струбцину И вдавливаю Одновременно в оба поршенька Нет, наверное, колодочку поставлю Колодка равномерно распределяет нагрузку на поршеньки А так я получается только середину вдавливаю А так как они вышли у меня высоко Они идут немножко наперекос Ну а колодочка их выравнивает Потихоньку Не торопясь Утапливаю При этом проверяю уровень тормозной жидкости в бачке Чтобы не побежала через верх Вот и все Проверяю пыльники Пыльники стоят на месте Снимаю со второй стороны И увожу диски к токарю Все точно так же Откручиваю болты Единственное, с этой стороны С правой нету Датчика износа тормозных колодок Здесь они стоят по одной стороне Спереди с левой стороны А сзади с правой стороны Собирать начну В обратной последовательности Только с левой стороны Потому что сняв суппорт здесь Поршеньки я сейчас топить не буду Так как надавливая их С той стороны поршеньок начнет выходить Снимаю суппорт И подвешиваю его Снимаю плевки Здесь наружная колодка Чуть-чуть потолще Чем с левой стороны Здесь они абсолютно одинаковые Что внутренняя, что наружная сторона Направляющие ходят мягко Вторую сторону я тоже снял Собираюсь Собираюсь, еду к токарю Снимаю Направляющие Протру Снимаю пыльники Один и второй И щеткой по металлу Вот эти посадочные Где скоббы ставятся Все это Очищаюсь Всю скобу чистить нет смысла Вот именно рабочие места Вот так вот получается Возьму отвертку Верхняя чище Нижняя Непонятно Сейчас возьму Попробую отверткой А нет Это просто Хотя вот Отвертка очищается И грязь напрессована По-хорошему Нужен Надфиль За счет этого Спрессованного Налета Колодка получается Зажата Вот так вот Лучше будет Вычищаю Грутоткань На отвертку ее И Очищаю Старую смазку Вот и все Одну и вторую В принципе Никогда не показывал Этого Так как Почистить проблем То нету Никаких Все И еще Самое главное Вот эти места Посадочные Где Пыльник Одевается Их тоже Чистим Чтобы Грязи В пазике Не было Иначе Под пыльник Будет Влага попадать Грязь попадать И все это Будет Коксоваться Забивать Направляющую И в итоге Она будет Клинить Вот таким образом Парану этого Протираю Направляющую От старой Смазки И вот этот Пазик Под пыльник Его тоже Вычищаю Чтоб с этой стороны Тоже Пыльник Сидел Плотненько Вот видно И точно так же Второй Вот эти мелочи Их практически Никто не делал Они продлевают Срок службы И суппорта И колодок И тормоза Работают Исправно Также Сам пыльник Он целый Мы берем Через него Ткань проталкиваем И вот так Покручиваем Очищаем Его внутри Вот Все Он чистенький И точно так же Второй Если посмотреть Вот сюда Сейчас продвину Здесь ткань чистая И вот так вот Его Просто по кругу Вытираю Все Беру Очиститель И И вымывая Все Смазку Смазку Беру ТРВ ПФГ-110 По Горошине Здесь Диаметр Большой Поэтому Чуть больше Ну вот Если посмотреть Вот так вот Полторы Горошины В одну Сторону И точно так же Во вторую Сторону Надеваю На место Пыльники Один И второй Проверяем Чтобы они Сели Нормально Берем Направляющую На направляющей Есть Три Прорези Такие Три Пропила В эти Прорези Добавляем Маленько Смазки Сильно Направляющую Мазать не надо Потому что Все это В основном Останется Под пыльником Добавляю Сюда Чуть И завожу На место Все Направляющая Стоит Точно Так же Второе И ставлю Тошное Место Заталкиваем До конца Чтобы не было Подпора Чтобы направляющая Спокойненько Ходил Как здесь Так и здесь Аналогичным Образом Чищу Вторую Скрабу И Собираю Съездил Забрал Его токаря Диски Токарь Говорит Я их поставил Проверил Извини Говорит Но Взял на себя Ответственность И не стал Их шлифовать Полностью Биения По дискам По рабочей Кромке Нет Я просто Снял Тебе Говорит Эти Торцы Где выработка Была И все Говорит Оставил Так Как есть Работа У него Было Много Поэтому Я Уже Не ждал Видео Не снимал Протираю Посадочное Как видели Оно Было Смазано Поэтому Я его Точно Так же И сниму Хотя Многие Утверждают Что Ничего Мазать Здесь Не нужно Беру Тормозной Диск Вот Вот Про Что Я Говорю Вот Эти Кромки Он Поснимал Как Внутри Так И Снаружи Так же И Здесь А Саму Рабочую Поверхность Трогать Не Стал Но У меня Не Били Колодки Закручиваю Фиксирующий Винт Момент Его Затяжки 34 Нитона Метра 2 3 1 1 1 0 1 1 1 вот эти пятнышки которые есть это пятна прихватило перегрев потому что возвращался по трассе и буквально уже перед домом пришлось резко оттормаживаться ввиду определенной ситуации люди у нас ездят по разному немножко подогрел диск но опять же он не поменял цвета устанавливаю на место скобу суппорта так и а и 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 скоба затягивается 107 ньютона метров здесь я датчик освободил дальше я покажу и и и и и и беру ключ поставил 107 ньютона метров беру новые колодки колодки я решил взять фирмы текстар 241 91 01 отлично в комплекте идут пластины и болты четыре штуки устанавливаю новые пластинки снизу и сверху устанавливаю новые колодки колодки одинаковые что внутренняя что наружная разницы нет вставляю и завожу на место также наружную теперь меняю датчик этот как я и говорил датчик у меня сломанный и его подрезал вот контакт видно блестит но на дисплее он не показал что надо менять колодки что не так я не знаю но датчик я меняю в любом случае здесь сверху я не буду снимать локер целиком отсоединяю датчик где он крепится на кронштейн в том числе вот здесь вот снял две клипсы одну вторую и выворачиваю локер просто вот так вот беру и сюда немножко его выворачивать вот и все здесь у нас разъем находится снимаю с клипсы проводку разъем сюда если посмотреть в этом разъем разъединяю его нажимаю фиксатор и разъединяю все датчик отключен беру новый датчик новый датчик взял оригинальный номер переднего датчика SEM 40024 провожу его под рычагом за рычагом и подключаю на этот разъем вот и все на датчике идет клипса и защелкиваем эту клипсу вот здесь можно ее защелкнуть а можно вот на проводке есть место для провода и я в это место его защелкиваю вот и все провод защелкнут ставлю на место в этот держатель ставлю на место клипсы здесь у меня нижней клипсы не было было только верхняя там закажу вставлю верхнюю вставлю на место все ну а теперь дело техники здесь датчик проводку защелкиваю в рычаг есть место держателя вот защелкнул здесь она идет по тормозному шлангу держатели у нее свои вот они также здесь за тормозным шлангом провожу и вот в этот держатель защелкиваю все устанавливаю суппорт на место болты сразу новые беру в руку поршеньки у меня уже утоплены с этой стороны устанавливаю наживляю наживляю проложу датчик здесь он идет с пружинкой и в пропиле колодки защелкиваю его только защелкиваю в торец чтобы не сломать вот и все датчик стоит на месте а этот провод за одевая на штуцер прокачки и закрываю колпачок вот и все датчик одет провод одет прикручиваю болты нижнюю то есть верхний и нижний нажимаю на педаль тормоза и выбираю вот этот свободный ход чтобы у меня тормоза были сразу же с первого нажатия аналогичным образом меняю то есть со второй стороны ладно что там уже все разобрано идем на вторую сторону здесь все точно так же та сторона у меня уже установлена протираю пыльник и поршень один и второй добавляю смазки оттягиваю пыльник и добавляю маленькой смазки много не надо одну и вторую часть разгоняю по возможности смазку внутри и утапливаю поршеньки и и и и В принципе, они без колодки, не торопясь, идут нормально. Проверяю уровень тормозной жидкости. Уровень нормально, можно смело топить до конца. Если подтеканий тормозной жидкости нету, добавлять ее в бачок не нужно, так как бачок рассчитан объемом на износ тормозных колодок. Если заморгала лампочка уровня, не жидкость надо добавлять, а колодки нужно смотреть. Оба поршенька утопил. Проверяю пыльники. Пыльники стоят на месте. Устанавливаю на место скобу. И притягиваю ее сто семь ньютонов метров. Ставим скобы. Здесь скобки неправильно поставить. Трудно, вот направляющие есть. И ставлю в колодки. Колодки, как я и говорил, что внутренние, что наружные, они одинаковые. Новые болты из комплекта беру и наживляю суппорт. Шарел. Хороший Язык. И границу. Да. Рыбачка. Через 8 часах. Рыбачок. Вот и все Датчика износа с этой стороны нет Ставлю колесо Опускаю автомобиль И нажимаю на пиздаль тормоза Чтобы выбрать свободный ход На этом все Замену передних тормозных колодок А также датчика износа Тормозных колодок И снятие вот этих торцов выработки Я закончил Всего вам доброго